Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие художники, художницы! Я вас приветствую на нашей международной онлайн-конференции «Очей очарования». И сегодня мы начинаем, открываем очередную нашу конференцию, ну, так скажем, может быть, осенне-зимнюю, да, так как у кого-то у нас уже зима пришла, уже снег вовсе лежит, а у кого-то ещё, может быть, даже и лето не отступило, и в самом разгаре такой тёплые денёчки, да. Я от вас попрошу обратной связи, как меня видно и слышно. Ставьте, пожалуйста, плюсики. Вижу, что сегодня к нам художники наши присоединяются ещё. Сегодня у нас только первый день нашей творческой конференции, и некоторые, может быть, опаздывают. Ну и пока я с вами разговариваю, я надеюсь, что они как раз-таки подойдут. Я вам пока напомню несколько технических моментов о том, что если вдруг у вас что-то сведено, либо нет звука, либо нет трансляции, то обновите страничку первым делом, нажмите F5, и я надеюсь, что всё у вас появится. Ну, а если же этого не произошло, то обновите страничку, либо перейдите в другой браузер. Рекомендованный браузер для просмотра – это Google Chrome. Да, я вижу одним глазком, что плюсики уже пошли, а это значит, что всё у нас в трансляции хорошо. Отлично. Ну что ж, у нас сегодня розыгрыш. Я думаю, что вы видели у нас сообщение в чате о том, что мы сегодня разыгрываем все записи нашей конференции, и они достанутся одному из тех, кто сделал репост нашей группе «Живопись. Секреты мастеров». Так что, если вы ещё не сделали репоста, то, пожалуйста, у вас есть время. Проходите в группу, делайте анонс, репост закреплённой записи, анонс нашей конференции, и участвуйте в розыгрыше. В конце нашего мастер-класса мы проведём розыгрыш. Ну и вы видите баннер над чатом. Я, давайте, покажу вам свой экран. Переходите по баннеру, и вы можете приобрести доступ к онлайн-библиотеке, где огромное количество мастер-классов, которые вы можете посмотреть и поучиться. Более двухсот практических мастер-классов, полуторачасовых, двухчасовых, по живописи маслом, акрилом, пастелью. Более восьмидесяти мастеров. Вы можете посмотреть и поучиться у них. И здесь же вы увидите инструкцию, как пользоваться этим онлайн-сервисом. Вы заходите в раздел «Все трансляции» выбираете. Ну, в данном случае в нашем «Живопись». Вам выходят те мастер-классы по направлению, которые вы выбрали, «Живопись». И добавляете к себе тот мастер-класс, который вам интересен. После чего вы переходите в раздел «Мои трансляции», и у вас должны появиться те мастер-классы, которые вы себе добавили. И вы их можете просматривать. Ну, и если у вас возникают вопросы какие-то, то вы можете всегда воспользоваться обратной связью и задать свой вопрос менеджерам. Ну, а если вы хотите приобрести доступ к онлайн-библиотеке, для вас первые 10 дней по акционной цене 59 рублей, так что воспользуйтесь этим доступом. Нужно нажать «Получить доступ» и «Оформить». Ну, а если вы хотите приобрести все записи нашей конференции, то вы можете нажать «Получить только записи нашего мероприятия» и вводите свое имя, вводите свой телефон и нажимаете «Получить записи». Ну, а мы продолжаем нашу конференцию и уже ближе к теме. Сегодня у нас замечательная пленэрная тема, очень теплая. Я надеюсь, что вы вспомните те денёчки, которые вы проводили в лесу или на реке с нашим замечательным мастером, с художником, который в советское время награждён Орденом Трудового Красного Знамени, с единственным художником, который награждён золотой медалью Ватикана за вклад в развитие мирового искусства. Ну и, конечно же, его картины находятся в огромнейших, умнейших в частных коллекциях, в галереях различных стран. Это и Австрия, и Австралия, Великобритания, Польша, США. В общем, можно перечислять и перечислять. Я думаю, что вы знаете нашего мэтра Андрея Павловича Кулагина, и я с удовольствием передаю ему слово. Сегодня вы будете писать городской пейзаж пастелью. Ну и он, конечно же, расскажет об этом, обо всём поподробнее. Андрей Павлович. Вы в эфире. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. И сегодня мы с вами должны сделать какой-то пейзаж. Мне, наверное, его сейчас сбросят, потому что я отправлял. Честно говоря, я заявлял полгода назад его, или там три месяца, я уже не помню, что мы там собирались сделать. И мне сейчас должны его на скайпе, наверное, сбросить, если можно, картиночку. Меня слышат, да? Да-да, конечно, сейчас, Андрей Павлович. Да, сбросьте, пожалуйста. По-моему, это Андреевская церковь. Ну, чтоб я, не дай Бог, ничего не перепутал. Всё, спасибо большое. Всё, всё есть. Так, друзья, сегодня у нас с вами вечерний, если не сказать больше, ночной пейзаж. Это Андреевская церковь в городе Киеве, построенная в честь приезда Екатерины II в Киев. До сих пор точно не сохранилась, приехала-то Екатерина или нет, но церковь сохранилась. Она была построена по итальянскому проекту. Итальянский мастер её построил. Она в стиле барокко сделана. Но в чём же наша с вами задача сегодня? Ну, конечно, мы не на пленэре. Приятно было бы быть на пленэре, но я не знаю, разве что стоять у окошка у какого-то на первом этаже, чтобы на нас падал свет, и мы могли делать наш пленэр, потому что ночь. Но есть ещё варианты, когда мы это снимаем на фото, а лучше на видео, потому что видео может уловить те нюансы атмосферного света или ночного освещения, которые нам дороги для живописи. И буквально было так. Я попросил Игоря Лисецкого, который со мной работает всё время, и вы знаете, сейчас идёт проект с ним, сделать Андреевскую церковь. А он работает рядом с Андреевской церковью. Он вышел и на камеру снял. После чего мне перекинул их. Я вырвал из этого кадр. И по этому кадру мы будем делать наш мастер-класс. Теперь внимание. Когда я был в субботу на занятиях, одна из лучших моих студиек, она моего возраста, сделала некоторые ошибки. И она говорит, Андрей Павлович, очень тяжело отказаться от, так сказать, услуг, которые делает фотография. Вот она несёт в себе определённые цвета, несёт в себе композицию определённую. И художник волей-неволей, не то что доверяется ей, а боится шаг в сторону сделать. А этот шаг в сторону очень важен. У меня есть, по-моему, двухсерийный мастер-класс по работе с фотографией. И там, как на основе фотографии, где совершенно неправильно в кадр попали предметы, то есть они в художественном смысле неинтересно попали. Но мы-то знаем, что это место было интересное для нас. Но мы уехали с того места уже. Это София в Константинополе или в Стамбуле, как вам больше нравится, в Турции. Я её также снял, но потом пришлось подумать, а что же делать с этой фотографией? Хочется сделать картину. Я делал акварелью. А как же с этими предметами? Они не то, что даже каким-то образом связаны с золотым сечением, они вообще в безобразном состоянии стоят. Они стоят так, как мне. Если я сделаю эту картину, будет, ну, как будто я первоклассник и не знаю, и не слышал о слове «композиция». На этом мастер-классе я рассказываю, как передвинуть эти предметы, подчинить их композиции, золотому сечению и превратить эту фотографию в произведение искусств, уже живописное. И мы вместе, кто захотел, сделали прекрасный мастер-класс. И вторая, София, была сделана пастелью. Там тоже надо было немножко подвидеть предметы, поиграть с цветовыми пятнами. То есть в одном месте это пятно, например, там желтовато-красное, а в другом зеленые деревья. И вот как это все подчинить, переподчинить, чтобы картина была правильная. Там тоже есть ответы. Таким образом, в нашем, скажем, хранилище есть рецепты. Как правило, я на таких мастер-классах, как вот мы сейчас встречаемся, я, ну, по большому счету, не объясняю ничего. Они, эти мастер-классы, реально назначены для знакомства со мной. Для чего они вообще? Ну, вот вы пришли к художнику на мастер-класс, и он вам говорит, я умею делать это и это. Если хотите научиться, можете ко мне попасть, так сказать, индивидуально. Это открытый мастер-класс. Можно, конечно, на нем какие-то вопросы задать, но, в общем-то, он скорее ознакомительный. А обучающие мастер-классы, это мастер-классы закрытые, платные, так как жизнь диктует коммерческие отношения. И, ну, честно говоря, постоянных шаровиков на этих вещах я не люблю. потому что затраты художника и его время надо ценить. Но у меня всегда есть принцип, когда вы участвуете на мастер-классах впрямую со мной. И вот сейчас, видя ту картинку, которую я предложу, я с вами посоветуюсь и скажу, дорогие друзья, знакомые, незнакомые, очень близко знакомые и не очень близко знакомые, помогите мне выбрать тот цвет бумаги, который вы считаете лучше раскроет нашу с вами тему. или внимание можно сделать вопрос с подвохом. А сможет ли художник, который вот сейчас сидит перед вами, стоя, справиться вот на этой бумаге? И вы с подвохом говорите не ту бумагу, которую вы считаете ну лучше, она бы выразила этот смысл, идею ночного города и светящейся или освященной церкви. А этот подвох был бы в том, а сможет ли он на другой, на, так сказать, худшей бумаге сделать это. А ну мы посмотрим, что он за перец такой, что перед нами тут выступает. И это будет тоже очень справедливо, потому что вы сами можете оказаться в ситуации того или другого как бы главного цвета. вот я держу два листа бумаги. Вы хорошо видите, что один коричневый, другой синий, темно-синий, темно-коричневый. И мне было бы интересно от вас услышать, конечно же, на темно-синим будет совершенно роскошный мастер-класс, а на коричневом надо будет кое-чего добиваться, но я уверен, что у меня оно получится. Поэтому вы сейчас почешите в затылке и решите для себя, что бы вам было более полезно, когда я буду делать на каком-то цвете. Потому что вот этот цвет какой-то из них, он организовывает весь колорит, почему она и цветная бумага. На пастели он организовывает весь колорит и таким образом задает вам атмосферный свет, на котором вы потом видите даже через плотно заложенные пастельные моменты тот ту подложку, которой является эта бумага. И вот благодаря этой бумаге картина практически не может быть неколоритна. Только уже у законченного идиота она может потерять колорит. Таких много приходят к вам на вебинары учить, но тем не менее об этом мы не будем говорить. А вы для себя и для меня решите, что вам интереснее. Можно было предложить вам еще черный цвет, но черный цвет это совсем легко декоративно и ну тогда совсем все просто друзья мои поэтому для нас с вами остался темно-синий и темно-коричневый. Ну вот я сейчас выключаю экран и пошел за салфетками потому что мне немножко придется растирать и кажется мы можем будем можно будет начинать. А вас пока может наша ведущая позанимает чем-то умным и что-то умное расскажет. Анекдоты я тоже люблю, услышу их издалека. Ну пока Андрей Павлович ходит я тогда вам расскажу о том что у нас началась только конференция так вот и вы можете я думаю что вы регистрировались на страничке нашей конференции где вы можете посмотреть огромное количество мастер-классов для этого нужно прокрутить вниз и посмотреть на расписание вот сегодня выступает Андрей Павлович для того чтобы попасть на наш вебинар вам достаточно будет нажать и нажать смотреть и тогда вы автоматически попадаете в нашу комнату вещания так вы не пропустите никаких ссылок и соответственно всегда попадете вовремя так что пожалуйста приходите проходите здесь также у вас ждут закрытые мастер-классы закрытый мастер-класс по акварели Евгений Богданчик натюрморт с ягодами Татьяны Лопановой по нейрографике по психосоматике закрытый также мастер-класс ваш ожидает 18 ноября и 19 ноября вас ждет Татьяна Зубова со своим закрытым мастер-классом по маслу золотая Венеция вы также сможете приобрести на сайте нашей конференции посмотреть работы наших мастеров ну и здесь же вы можете познакомиться с нашим генеральным партнером нашей конференции с компанией Таша Блеск где вы сможете также приобрести огромное количество материалов для вашего творчества это и пастель это и различные инструменты для творчества Анри Павлович видимо подошел так что я передаю ему слово спасибо ну что я рад что Женя Богданчик у вас участвует это моя ученица не онлайн а напрямую ученица которая сидела я реально поправлял работы и это достойная преподаватель среди ваших этих как называется спикеров потому что это человек который знает что он делает еще я хочу сказать всем зрителям которые пришли сегодня у меня сегодня должен был быть на моей платформе АМК студия вебинар и мы с Игорем Лисецким его передвинули на завтра почему потому что у нас сегодня здесь вебинар я думаю что вы порадуетесь и этому вебинару а тот у нас как занятие там уже вы окажетесь на закрытом мероприятии поэтому извините если какая накладка вы знаете что я как бы назвать не совсем прогнозируемый человек иногда что-то забываю иногда еще что-то ну благодаря этому и творчество получается значит я хочу знать какого цвета вы выбрали бумагу помогайте мне я не знаю где вас читать поэтому мне нужно говорящего помощника по-моему 4-5 в пользу коричневого где я сейчас открою еще посмотрю есть коричневого много в зданиях более интересно было бы на синем вот коричневого много в зданиях более интересно было бы на синем вот она с подвохом так коричневый темно-коричневый Игорь пишет, нам синий Он очень хорошо понимает, о чем идет речь Синий, темно-коричневый, темно-синий Понятно В общем, выбор за вами, Андрей Павлович Одинаково практически Давайте синий будет, синий, бог с ним Потому что, на самом деле, там не синий больше А там желтый больше Поэтому Так, сейчас Я сюда уберу И Все Так, хорошо Все, тогда Выставляю Отправляю Бумага у меня сегодня Фабриана Это хорошая очень бумага Обычно я На какой попало делаю Какая под руку подвернется А сегодня подвернулась именно эта Это очень хорошая Причем Довольно Плотная бумага Это тоже плюс Для пастели Особый плюс Не отходи Не отходи Причем Ут舔 Уттен 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 Спасибо. 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 Так, можно работать. Ну что, мы с вами. Те, кто был у меня на закрытом мастер-классе, знает, что такое золотое сечение. Мы немножко говорили об этом. И еще будем говорить о сейчас. Только могу сказать одно, что наша церковь попадет точно на золотое сечение. Как его вычислять, вы все знаете. Так. И теперь. И теперь можно сделать маленько набросок. Думаю, что. Я выбираю цвет, которым идеально было бы сделать набросок. Пастель у меня вот самая обыкновенная. Я держал в руках серый цвет, потом держал голубой цвет. И вот пришел к заключению, что надо взять грязно-фиолетовый цвет. Это будет правильно. Плюс ко всему. Очень важный сейчас момент, что я буду говорить. Плюс ко всему. Когда вы делаете пейзаж, особенно городской, не додумывайте того, чего не видите. Потому что вы хотите иногда быть умнее, чем тот кадр, который заснял все. И начинается тогда то, что у вас приводит в замешательство и работу делает неинтересно. А если вы делаете то, что вы видите, работа будет очень симпатичная. Не перегружена деталями, деталей будет мало. Вот если вы посмотрите на наш пейзаж, а он специально сделан таким, то вы увидите простую вещь, как одна часть маковки освящена, а другая пропала полностью в ночи. Поэтому делать того, чего вы не видите, понятно, очень будет неправильно. И еще один момент очень интересный. Фотоаппарат, либо видеокамера, она приближает и отдаляет. Близкая она делает еще ближе, дальняя она делает еще дальше. Поэтому нужно научиться держать определенную средину. Вот вы увидите сейчас здание, которое я буду опускать, ниже делать его. Чтобы оно не доминировало. Огрушающий. Проговоряйте. Правильное. Прог島. Не пропro Vlad. Ну, не знаю, что-то видно вам, не видно. А теперь поехали. В городе всегда есть нижняя подсветка. Поэтому город, если вы посмотрите, у него всегда есть вот такой немножко туманный, туманная подсветка. Ну, а теперь можно идти вперед. Спасибо. 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 Как это здание чуть-чуть освещено, оно имеет тоже такой фиолетоватый оттенок. И нам ничего не остается, как сделать вот этот фиолетоватый немножко оттенок. А потом... Он там появится, возможно, еще и чуть голубоватый, такой грязноватый голубоватый. Я иногда работаю не втирая. Сегодня я решил повторять. То есть в два слоя. Моменты, которые освещены. Я делаю розовым. Они будут гореть. И они будут гореть. Я делаю розовым. Я не буду гореть. Я делаю розовым. Я делаю розовым. Продолжение следует... 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 и насколько мы ушли от нашего пейзажа первостепенного, то есть то, что мы сфотографировали, и то, что у нас было предложено для живописи. Мёртвая тишина, не пойму ничего. Нариса написала, затаив дыхание, наблюдала возникновение города из мрака ночи. Светлана пишет, как всегда чудесно и волшебно. Спасибо, мастер. Ну, если какие-то вопросы есть, умные, давайте прочитаем. И будем дальше работать. Пока только спасибо, и замечательная работа, пишет Наталья. Спасибо, Андрей Павлович. Хорошо. Ну, я завтра приглашаю всех на наш последний день по осеннему настроению на моей платформе. А потом будет курс портрета. Портрета, кстати, я вам сейчас всем подарю, как я смеюсь над собой, потому что мы все такие умные, что не хотим посмеяться над собой. Я сделал шарш для того, чтобы мы лучше раскрыли тему портрета. И вот портрет я вам сейчас сброшу. По-моему, это будет... По-моему, это будет... Все, кто пришли... Это я вам подарочек. Я сделал с трех ракурсов автопортрет, как своеобразный пропуск к психологическому портрету, который мы будем изучать шаблоны или приемы в портретной живописи. Не просто голову рисовать, а в портрет. Меня вынудили это сделать. Потому что я не хотел учить портрет. Потому что портрет – это от Бога. Но решили все же, как сказать... Что касается сегодняшнего нашего занятия, я очень хотел бы, чтобы оно не прошло зря. Я не очень много говорил, но то, что вы услышали, это очень важно. А еще больше важно, что вы увидели. И даже то, что вечер, когда его растирают, он будет очень-очень интересный. Он такой, знаете, мохнатый немножко вечер. Он мягкий. И всегда это очень красиво. Поэтому, если сделаете ваш любимый город и пришлете мне, а всех, кто приходит на наш вебинар, в любом составе, я всегда приглашаю стать личными друзьями со мной. А это значит, вы будете получать какие-то подарочки. Но подарочки – это не так важно. Важно, что вы будете в курсе того, что идет у нас интересного. И очень поучительного. Потому что больше всего меня раздражает безграмотность людей и больше всего радует это то, что люди делают работы грамотно. И вот курсы, которые мы провели, меня очень удивили люди, которые делали со мной занятия. Они потрясающие совершенно вещи прислали. И я им сказал, что я не думал, что можно на расстоянии так учиться. Ведь фактически я не могу вам поправить лично работу. И вам приходится слушать внимательно, что я говорю. А на финише все-таки получились идеальные работы. И Игорь их выставил. Я с большой радостью описывал их, как бы озвучивал, говорил, что мне нравится. Ну, какие-то, может быть, ошибки. В общем, дерзайте, дорогие. Я всегда рад прийти вам на помощь. И следите за тем, что у нас происходит. А происходит у нас творчество. В перемешку иногда с болячками, с которыми мы, слава Богу, справляемся. И если нет вопросов, тогда я вас крепко обнимаю. И желаю вам больших-больших успехов, счастья, мира, очень большого понимания друг друга, терпения и хороших творческих успехов. Спасибо. Андрей Павлович, спасибо огромное за мастер-класс. Как всегда волшебно, как пишут наши зрители. Просто супер, спасибо. Правда, кто-то не успел, конечно, за мастером, так как мастер работает, как всегда, быстро. Но у вас будет небольшое время для того, чтобы еще раз посмотреть мастер-класс и написать пейзаж вместе с Андреем Павловичем. запись будет доступна до 18.00 по Москве завтра, так что у вас еще есть немножко времени. Ну, а над чатом вы видите баннер, вы можете перейти по нему вместе со мной и посмотреть, что же сегодня предлагает Андрей Павлович для вас. А это замечательные мастер-классы, уникальные мастер-классы по пленэрной технике, работа на пленэре по стелью. Продолжение нашего с вами сегодняшнего разговора «Пленэрные секреты». Андрей Павлович делится щедро в своих мастер-классах. И вот такие замечательные работы вы сможете также создать по записи этого мастер-класса «Березовая роща». Вы узнаете, как создать. Конечно, лес, он прекрасен в любую погоду. И при этом в написании пейзажа есть свои секреты. И мастер поделится с вами, как написать деревья, как нарисовать деревья такие благообразные, как не потеряться в этом лесу, как сделать так, чтобы работа выглядела целостно, колоритно и свежо. Так, как будто бы вот вы на самом деле на пленэре и пишете «Березовую рощу». Заказать этот мастер-класс вы сегодня сможете с огромной скидкой. 500 рублей всего для вас этот мастер-класс сегодня. Так что бронируйте скидочки, заказывайте, нажимайте «Заказать». Вместо 1000 рублей еще один мастер-класс – это «Лесной уголок». Также из серии «Пленэрные секреты» пастелью. Такую замечательную работу вы также сможете создать. при этом мастер делится своими секретами, узнаете, какого цвета зеленые листья на солнце, как вообще создать вот такую разнообразную зелень и нарисовать такой замечательный уголок. Еще один мастер-класс по городскому пейзажу, модулю городского пейзажа, как написать, нарисовать такую толпу в городском пейзаже, как ее выделить, как не потеряться в этой толпе, как соблюсти целостность, соблюсти законы воздушной перспективы и в чем же особенности городского пейзажа, об этом расскажет автор. Заказать его также можно сегодня со скидкой за 500 рублей вместо тысячи. И вот такой замечательный мастер-класс масляной пастелью, ой, маслом, извините, все про пастель говорили, маслом, конечно же, пленерные секреты, песочная дорожка, маслом вы также сможете создать, узнать, как создавать пленерные работы, как создать воздушную перспективу и узнать многие секреты Андрея Павловича. В этот мастер-класс сегодня для вас за 800 рублей вместо 1600, также с 50% скидкой. Так что успевайте, заказывайте, бронируйте скидочку, нажимайте заказать. Еще один мастер-класс пастелью, это утки и движение воды пастелью. Вы узнаете, как же, в каком направлении движутся уточки, как вообще создать такое движение воды, движение уточек и создадите вот такую замечательную работу, очень живую, также пленерную, да, всего за 400 рублей сегодня, также с 50% скидкой вместо 800 нажимайте заказать. Ну и супер-предложение для вас, это комплект из трех мастер-классов пленерные секреты. Сюда входят березовая роща пастелью, лесной уголок пастелью и песочная дорожка маслом. И заказав вот такой комплект, вы сможете создать, вообще поймете особенности работы на пленере, особенности работы с воздушным пространством, какая же зелень может быть, да, какими можно изобразить мелками, какими цветами можно изобразить. И заказать вы три мастер-класса сегодня сможете всего за 1000 рублей, это огромнейшая скидка, вместо 3600 рублей вы очень-очень сэкономите сегодня. И к тому же вы получите в подарок замечательный мастер-класс, это городской пейзаж Эстония в смешанной технике акварель плюс пастель. Также сможете писать городской пейзаж, узнаете дополнительное переливание колорита и вот посмотрите такую живописную работу вы также сможете написать. в общем вы получаете 4 работы в этом комплекте уникальном. Так что заказывайте, заказать очень просто, выбирайте любой мастер-класс, ну и конечно же запись сегодняшнего выступления Андрея Павловича вы также сможете приобрести за 450 рублей. Заказывайте, заказать очень просто, нажимаем заказать. Если вы выбираете любой мастер-класс, то вы можете приобрести запись сегодняшнего выступления вместе, да, можете добавить запись либо отказаться от нее. Если вы добавляете, то можно ввести три строчки фамилию, имя, свою электронную почту и свой телефон в федеральном формате, чтобы можно было с вами связаться по заказу. Подтверждаем заказ, переходим на страничку оплаты и мы можем увидеть свой номер заказа, от какого числа он сделан, что мы заказали, общую сумму и выбрать любой способ оплаты, который нам удобен. Здесь же, если у вас возникают какие-то сложности при оплате, вы можете воспользоваться видеоинструкцией и посмотреть инструкции по оплате по банковской карте и через систему Paypal. Выбирайте платежная система Paypal, очень удобная для международных платежей и вообще для платежей, евросети, электронные деньги, это Яндекс деньги, единый кошелек, вы можете оплату совершить банковским переводом, если карта Сбербанка, то вы можете оплатить через Сбербанк онлайн по подробной инструкции, ну а если же у вас любая другая пластиковая карта, Visa либо MasterCard, то нажимайте на пластиковую карту и переходите на страницу где нужно ввести данные со своей карты, при этом вверху вы видите сумму заказа, вы видите назначение платежа, номер счета, номер заказа, свою электронную почту и со своей картой нужно ввести данные как на вашей банковской карте, вводите цифры как на вашей карте, вводите пожалуйста внимательно, фамилию имя латинскими буквами так же как на вашей карте, месяц и год действия вашей карты, наоборот трехзначный код, вводите его в это поле, вводите свой номер телефона и нажимаете оплатить и после подтверждения оплаты вам приходит ссылочка на тот мастер-класс который вы заказали ну а я вам еще напомню о том что на нашей конференции есть три замечательных закрытых мастер-класса которые вы также можете приобрести отдельно и побывать у мастеров на закрытых мастер-классах это Евгения Богданчик как Анри Павлович уже сказал это его ученица замечательный акварелист работает волшебно с акварелью она у нас будет выступать на нашей конференции ну и ее закрытый мастер-класс пройдет 11 ноября 18.00 по Москве вот такие замечательные такой замечательный натюрморт с ягодами вы сможете вместе с Евгением написать 18 ноября у нас пройдет закрытый мастер-класс по психосоматике игры психики с телом нейрографика с Татьяной Лобановой здесь вы получите навыки быстрого снятия эмоционального напряжения научитесь техники нейрографики ну и зафиксируйте свое оптимальное состояние для того чтобы избежать каких-то внутренних конфликтов ну и нарисуйте свою индивидуальную работу и с Татьяной Зубовой еще один закрытый мастер-класс который пройдет 19 ноября в 19.00 по Москве мы будем писать маслом золотую Венецию так что присоединяйтесь окунитесь в этот мир таинства романтики Венеции масляными красками Татьяна уже очень давно преподает живопись маслом и вы узнаете очень много секретов из ее практики научитесь писать архитектуру и узнаете как создать отражение в воде так что присоединяйтесь нажимайте заказать и заказывайте так я сейчас ненадолго к вам вернусь и мы проведем розыгрыш сейчас я посмотрю в чат есть ли какие-нибудь вопросы по так по по оформлению вопросов не вижу благодарности только Андрею Павловичу замечательно так ну а мы давайте тогда проведем розыгрыш сегодня вам была такая предоставлена возможность так как у нас сегодня открытие нашей конференции вам нужно было зайти в нашу группу секреты мастеров живопись и закрепленную запись сделать репост я сейчас обновлю страничку потому что я ее открыла некоторое время назад вот у нас 64 репоста и так давайте мы перейдем нашу систему вот у меня уже ссылочка стоит я ее поставила 64 ставлю так только члены группы далее и так вот нам показывают что 64 участника сделали репорт репост ну что ж давайте узнаем победителя так и что в начало не поняла давайте еще раз тогда а я наверное нажала 64 да количество победителей конечно же я всем решила победителем сделать да вот это я даю и так одного конечно нам нужно победителя и так узнаем победителя и это Ира Бер ну что же я Иру поздравляю мы с ней свяжемся и конечно же она получит все записи нашей конференции так что участвуйте в наших розыгрышах у нас этот розыгрыш не последний и на нашей конференции есть партнер интернет-магазин Таша Блес который нам предоставляет сертификаты и буквально завтра на мастер-классе Екатерины Захваткиной мы с вами также проведем розыгрыш так что будьте с нами завтра нас ожидает Екатерина Захваткина в 19.00 по Москве с замечательным мастер-классом будем писать по картине Эмерика дождливая осень для тех кто был уже на мастер-классе Екатерины Захваткиной тот знает что Екатерина никогда не повторяет в точности картину а пишет со своими особенностями так как она видит как художник и это конечно же всегда очень интересно ну а в 21.00 с нами будет Светлана Гавриленко и мы с вами создадим крымский пейзаж маслом также узнаем некоторые секреты автора напишем кистью попробуем маслом написать пейзаж так что приходите узнаете много нового и интересного я думаю что для себя и напишите великолепные работы ну а я с вами на сегодня прощаюсь спасибо что вы сегодня были с нами спасибо за вашу активность в чате ну и желаю вам творческих успехов до свидания до завтра до завтра